С чертовщинкой. Непостижимые. Милые. С ними жить невозможно, но без них еще они возможнее. Одно бесспорно, они не собаки. Зачастую мы понятия не имеем, почему они совершают свои странные поступки. Кошки делают много странного и смешного, думаю они просто развлекаются. А вдруг эти обожаемые нами существа на самом деле хищники, только изображающие домашних любимцев. У кошки есть когти, чтобы хватать добычу. Хотите узнать, что творится в голове у кисы? Смотрите и запоминайте. Дикая сторона кошки Наш дом? Наши правила? Не совсем. Иногда кажется, что главное здесь кошка. Кажется, они знают нас лучше, чем мы их. Кошки явно не готовы плясать под нашу дудку, но это не означает, что они плохие. Плохих кошек не бывает. Хоть иногда и кажется, что это так. Поведение кошки в доме связано с теми условиями, в которых мы ее содержим. Они забираются по шторам, точат когти о мебель. Процесс точки когтей – естественное поведение всех диких кошек. Это средство меченей территории, снятия стресса и, собственно, заточка когтей. В природе кошки приходится охранять свою территорию от вторжения. У вас много дорогой мебели кошки не для вас. Точить когти естественно для кошки. В лапках кошки расположены железы с пахучим секретом. Это метка. Я тут был. Они оставляют свою визитку. Это химические доски объявлений. Они любят валяться в вещах, чтобы их запах пристал к шерсти, чтобы оставить отметку. Возможно, так это работает в джунглях, но домашние кошки живут вовсе не в джунглях. Однако их ДНК не догадывается об этом. На вашем диване сидит часть дикой природы. Вы живете с созданием, которое осталось охотником. Оно чувствует зов природы. Именно эта дикая сторона характера иногда делает совместное проживание очень сложным. Лили, кошка с характером, бросающаяся как на друзей, так и на незнакомцев. Специалист по поведению кошек Мишель Нагельшнайдер приехала, чтобы помочь. Привет. Хорошая девочка. Немного взволнована. Видите, облизывается. Это признак волнения. Дергает хвостом. Это явно вне ее зоны комфорта. Опытный человек сразу поймет, о чем говорят беспокойные движения хвоста. Предки Лили использовали хвосты, чтобы предупреждать окружающих. Я вот-вот готов взорваться. Все нормально. Успокойся, Лили. Успокойся. Все хорошо. Когда включается страх, она сразу проявляет свою агрессию. Бросается, пытается укусить. Затем она старается спрятаться в безопасном месте. Это инстинкт выживания. Она неплохая кошка. Для резко реагирующей на все кошки недостаточно социализированной в юном возрасте. Это совершенно нормально. Таких кошек великое множество. Они просто резко реагируют, их сильнее беспокоит окружение. Это больше похоже на поведение дикой кошки. Есть несколько сигналов, подаваемых кошками, когда они считают, что достаточно уже их гладить. Они шипят, усы вытягиваются вперед. Это приготовление к укусу. Некоторые кошки напрягаются. Все это явные признаки того, что вы гладите кошку слишком долго. Что будет, если перестать гладить? Рычание – это предупреждение. Да. Убежал. Когда включается страх, успокоить кошку может оказаться непросто. Кошки не говорят на языке людей, так что если мы хотим понять, что творится у них в голове, мы должны научиться понимать их сигналы. Разберемся с вошедшим в поговорку кошачьим любопытством. Кажется, они никогда не устают совать во все свои носы. Кто-то должен высвободить кота из пакета. Они бросаются то в кипяток, то в ледяную воду. Хотя это и кажется странным для животного, которое, как все знают, не любит мокнуть. Некоторых кошек привлекает вода, особенно текущая из фонтанчика или крана, искрящаяся на свету и журчащая. Кошки знают, что такое свежая вода. Инстинкт заставляет их искать источник свежей воды. Многие владельцы кошек не знают, что кошки предпочитают пить воду вдалеке от убитой добычи, как и в дикой природе. Для домашних кошек убитой добычей является еда, купленная в магазине. В дикой природе кошки должны исследовать окружающую обстановку, чтобы узнать, где есть пища, где находятся другие кошки или враги. Еда у домашних кошек в изобилии. Иногда традиционные блюда выпадают из меню. Не все кошачье поведение инстинктивно. Например, тому, что собаки враги, они должны научиться у матерей. Если забрать котенка от матери слишком рано, вы получите это. Сибирская кошка Иззи – опытная мать. Это ее третий помет. После рождения котят Иззи делает нечто, что может показаться нам странным. Она съедает плаценту. Зачем? Хоть домашние кошки рожают в доме, они все равно съедают плаценту, как и дикие кошки. Это инстинкт выживания. Запах плаценты привлечет хищника, который сможет съесть котят. В дикой природе без матери этим малышам пришел бы конец. Первые три недели котята слепые и беспомощные. Безопасность котят зависит от их матери. Иззи инстинктивно старается, чтобы дети были вместе. Это делается не только потому, что так за ними легче уследить. Новорожденные не способны регулировать температуру своего тела, и в дикой природе могли бы стать жертвами холода или жары. Вместе им легче согреться. Пять недель спустя сонные комочки шерсти превратились в игривых котят, которых мы все так любим. Но у этой игривой возни есть серьезная цель. Когда котята совсем юны, их задача – отточить свои охотничьи навыки. Они должны отработать стандартные двигательные приемы, стандартную моторику, чтобы затем превратиться в превосходных охотников. Они выслеживают, гоняются, хватают, кусают, бросаются из засады, отрабатывают убийственные захваты и укусы. Так же, как и львы, тигры и леопарды, домашние кошки являются плотоядными хищниками. Возможно, в наши дни большая часть мяса им достается из банки, но они обладают теми же инструментами, что позволили их родственникам занять вершину пищевой цепи. Это животное обладает типичным набором хищника. Это когти, чтобы хватать добычу, и клыки, чтобы вгрызаться ей в горло. Кошки – невероятно эффективные охотники. В одних Соединенных Штатах, по мнению ученых, в год их жертвами становятся сотни миллионов птиц и свыше миллиарда мелких млекопитающих. И даже если они не имеют возможности охотиться, некоторые действия совершаются ими автоматически. Когда кошка сидит на окне и видит снаружи птицу, но не может до нее добраться, те звуки, которые мы слышим, это преувеличенный челюстной рефлекс. Для кошки птичка уже схвачена, она в пасте, ее можно попробовать на вкус, и она автоматически начинает ее кусать. Возможно, домашним кошкам больше не нужно охотиться, но их любовь к погоне никуда не исчезла. Стремление поймать добычу – самый сильный из кошачьих инстинктов. Кошка может быть погружена в поедание пойманной птицы, но стоит появиться еще четырем птицам, и кошка бросит свое занятие и сначала убьет остальных четырех, а лишь потом доест первую. Некоторые кошки пытаются поймать все, что движется – насекомых, брундуков, даже неодушевленные предметы. Но когда погоня завершена, на этом дело не кончается. Спарки, ты играешь с мертвой мышкой. Спарки, ты убийца мышей. Кошки играют с едой. Можно сказать, что это игра в кошки-мышки. Однако, это не игра. Даже для умелого охотника охота всегда рискованное дело. Добыча может посчастливиться, сделать удачный укус или ужалить перед смертью. Поэтому зачастую кошки играют с добычей, чтобы вымотать ее. И лишь после того, как добыча станет совершенно беспомощной, они ее добивают. Так намного безопаснее. В США две трети домашних кошек никогда не покидают дом. Но стоит им выбраться за порог, и они легко преодолевают огромные расстояния. В Англии одна группа кошек находится под тщательным наблюдением. Мы хотим узнать, куда они ходят, если им предоставить свободу, и что они делают, когда оказываются на улице. Возможно, это сможет пролить свет на то, почему кошки делают то, что они делают, когда сидят дома. GPS-передатчики будут отслеживать каждый их шаг. Все, беги. Камеры, установленные на их ошейниках, позволят взглянуть на кошачью жизнь в большом городе с их точки зрения. А стратегически установленные камеры ночного видения покажут нам ту сторону кошачьей жизни, которую необычно нам не демонстрируют. Первые участники исследования глуповатой Бутси и его пронерливая сестра Джинкси. Выход для кошек работает уже довольно давно, и отправляться в дозор для Джинкси – обычное дело. Для Бутси вряд ли. Ночью перед зобом природы не устоять. Как и их дикие родственники, кошки – прирожденные ночные охотники. Они могут и не быть голодны, они просто этого хотят. Они уходят в ночной дозор, хоть их всегда может подстерегать опасность. Эти прогулки и выслеживание добычи столь естественное для кошек поведение, что крайне странно, почему они отказались от свободы, чтобы жить с нами. Давайте заглянем в историю домашней кошки. Все кошки обладают весьма характерными генами. Они позволяют проследить путь их эволюции. Предка домашней кошки можно определить по генетическим маркерам. Нам нужно было собрать образцы ДНК кошек со всего мира, и мы отправились на Ближний Восток, в Азию и в Африку, чтобы провести генетическую типологию. Результаты исследований указывают на одного общего предка всех домашних кошек – Фелис Сильвестри Слибика – степного кота. Выглядит знакомо? Все потому, что 10 тысяч лет назад сложилось так, что подходящая кошка оказалась в подходящем месте в подходящее время. Мы полагаем, что домашняя кошка произошла от диких кошек на Ближнем Востоке, в плодородном полумесяце территорий нынешнего Ирака, Турции и Сирии. Считается, что кошки одомашнили здесь, потому что именно тут люди впервые стали заниматься земледелием. Земледельцы хранили зерно, за ним пришли мыши, а за ними пришли кошки, чтобы полакомиться бесплатным угощением. Оставался лишь один небольшой скачок. Прямо на колени доброжелательного человека. Процесс одомашнивания кошки заметно отличался от одомашнивания других животных. Они одомашнились сами, просто прошмыгнули с черного хода. Думаю, кошки сами научили нас заботиться о них. Ни один другой вид не совершил такого превращения из охотника-одиночки в спутника-человека. Это подтверждает их способность приспосабливаться. Животное, являющееся охотником, но готовое питаться и падалью, способное выносить наше присутствие, выносить условия нашего жилища и присущий ему шум. Стоит объединить третий фактор, и это объясняет их успех. Словом, похоже, им нравится жить с нами. Думаю, социализация кошачьего общества недооценивается, и в их сознании, в нашем сознании, есть что-то такое, что создало прочную связь. Теперь мы знаем, как дикие кошки постепенно подружились с людьми. Мы знаем, что они адаптировались к новой среде и иной, нежели в природе роли. Но что мы получаем из этих взаимоотношений, и почему они так нас привлекают? Это уже совсем другая история. Паум Спрингс, штат Калифорния. Региональная выставка кошек в полном разгаре. Это самая крупная порода ассоциации, Мэйн Кун. У них короткие хвосты. Более двухсот из нежных питомцев демонстрируют себя обожающим поклонникам. Глупый, но красивый. Но то, что все эти люди любители кошек, не означает, что любят они их за одно и то же. Видны полоски на хвосте, полоски на мордочке, образующие буквы М на лбу. Некоторых завораживает близкое родство кошек с опасными существами. Если посмотреть на тигров, львов, а потом на домашнюю кошку, то очевидно сходство. Меня впечатляет их родство с этими чудесными дикими животными. Эта порода бывает длинношерстной или короткошерстной. Это длинношерстная. Некоторых привлекают кошки, которые являются не тем, чем кажутся. Моя любимая порода Мэйн Кун. Они мне нравятся, потому что это скорее собаки. Я обычно говорю, что это собака в костюме кошки. Тут где-то должна быть молния. Где же она? Многие любят их не за тело, а за ум. Когда я была ребенком, мне запрещали заводить кошку. У меня была собака, была черепашка, но мои родители не любили кошек. И случайно мне досталась кошка. Я просто влюбилась в ее интеллект. Сегодня я называю его вторым среди длинношерстных. Ну и, конечно, бесспорная чувственность кошек. Они спят с вами, всегда стремятся быть рядом. От них становится хорошо. Они ориентированы на людей. Я захожу в комнату, сажусь на диван, и они тут как тут. Мы тратим кучу времени и денег на уход за нашими кошками, но иногда они в ответ платят удивительными подношениями. Майло? Майло живет с сестрой Мэг и третьей кошкой Молли, со своими хозяевами Карен и Биллом. Как видите, он очень красивый мальчик, но, конечно, вряд ли... Я сказала бы иначе. Мускулистый, настоящая машина любви. Майло настолько машина любви, что осыпает свою семью подарками. У него есть необычная привычка приносить домой подарки. И эти подарки – длинные листья корделины. Когда он это делает, он сразу всем об этом сообщает. На самом деле, очень многие кошки приносят подарки хозяевам. Ух ты, вот это большая змея. Просто огромная. Возможно, человеческое тщеславие заставляет нас рассматривать это как проявление любви. Все просто, нет ничего загадочного в том, что кот приносит вам крысу. Что он пытается этим сделать? Кот приносит еду в логово. Он следит, чтобы вы не умерли. Если взглянуть на дикую природу, что там делают коты? Они приносят пищу в логово. Хотя не и покинули дикую природу 10 тысяч лет назад, кошкам все еще приходится учиться быть нашими друзьями. Но им нужно учиться еще в младенчестве. Если связь не будет установлена, пока они еще котята, отношения, вероятно, так и не будут налажены. Социализация в раннем возрасте от двух до семи недель критически важна. Если с ними мало возились, если их не брали на руки по 10 раз на дню, у таких кошек возникают проблемы с поведением. Они оказываются в приютах для животных. Просто с ними мало общались, когда они были котятами. Зовет свою маму, слышишь? Но если ранее установление отношений ключ к формированию связи между человеком и кошкой, это не обязательно означает, что кошки любят в нас за то, кем мы являемся. На самом деле, тем, что мы считаем привязанностью, движет нечто совершенно иное. Почему кошка сидит у вас на коленях? Она ведет себя как котенок. Это единственное время в ее жизни, когда она могла получать тепло от другого животного, тогда это была ее мама. Кошка сидит, как маленький котенок, чувствуя исходящее от вас тепло. Многих владельцев озадачивает, когда кошка как бы месит тесто на своем хозяине. Это тоже возврат к временам жизни с мамой. Каждый раз, когда кошка так делает, она воспринимает вас как свою мать. Котята делают так, когда сосут молоко, стимулируя его выработку лапами. Кошки, похоже, любят, когда их гладят. Как насчет этого? Уж мама-кошка на такое точно не способна. Мы называем это гладить кошку. Для кошки же это язык мамы-кошки, ведь в соотношении со взрослой кошкой ваша рука как раз соответствует размеру языка мамы-кошки. А мурлыканье? Уж это точно любовь, верно? Мурлыканье позволяет заглянуть в кошачий мир. Это невероятно странная вещь. Мурлыканье характерно для котят. Во взрослой жизни это не типичное поведение. Котята должны уметь издавать этот звук для мамы, она должна издавать звук для них, но так, чтобы больше никто не слышал, чтобы большой и страшный враг не смог их найти. Мурлыканье – лучший в мире способ бесшумного общения мамы и котят. Наше поведение направлено на то, чтобы разбудить в кошке котенка. Мы пытаемся вернуть ее в детство. Домашние кошки очень громкие, особенно в общении с владельцами. В общении с нами они используют 23 вида мурлыканье, рычания, шипения и мяуканье. Коммуникация посредством звуков больше используется для общения с людьми, нежели между кошками. Мяуканье появилось исключительно для общения с людьми. Этот звук направлен на вызов ответной реакции от нас, людей. Кроме того, они приспособились к относительной шумности человеческого мира. Они понимают, что мы куда более громкие животные, чем они. Когда они начали жить с нами, они поняли, что, чтобы тебя услышали, нужно кричать. Поэтому они вкладывают куда больше громкости в свое мяу. Они дают понять, что хотят, нашего внимания. Я хочу есть мяу. Мяу! 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 Если мяуканье не сработает, они найдут способ достучаться до нас. Когда я была ребенком, я смотрела на своих собак и думала, «Боже, вот бы вы могли со мной говорить. Было бы здорово понять, о чем вы думаете». Сиамские кошки – другое дело. Ты понимаешь, о чем они думают? Сэмюэль? Что? В чем дело? Когда одна кошка встречается с другой, они общаются друг с другом, как бы говоря «Привет, я, пожалуй, подойду поближе», поднятием хвоста. Мы инстинктивно делаем то же самое. Приветствуя кошку, мы протягиваем к ней руку. Но с точки зрения кошки, это привычный вертикальный жест. Даже на уровне такой ерунды, сами того не понимая, мы подыгрываем кошкам в их игре, по узнаванию друг друга. Умение понимать, что кошка хочет сказать своим поведением, иногда очень важно. Я знаю, как она может себя вести, понимаю ее сигналы, я знаю, нужно следить за движением глаз, ушей, за подергиванием хвоста. Лекси была домашним питомцем, один парень завел ее, думая, что иметь дома тигра – это круто. Взял ее домой, удалил когти, думая, что без когтей она будет безопаснее. К несчастью, когда тигры достигают подросткового возраста, они начинают буйно себя вести. Парень занервничал, решил, что тигр ему больше не нужен, и мы забрали Лекси себе. Терри Вернер занимается большими кошками, спасенными в разных обстоятельствах – львами, пумами, тиграми, рысями и леопардами. У людей нет домашних и диких кошек, очень схоже. Я часто говорю людям, если у вас есть домашняя кошка, по сути, у вас живет маленький тигр. Возможно, когда вы имеете дело с 270-килограммовым тигром, ставки чуть выше, но базовые принципы те же. Они любят играть с мячиками и с картонными коробками. Домашняя кошка залезает в коробку, играет с вещами, царапает вещи, а эти любят вещи ломать. Кошки выслеживают друг друга и птичек, а они выслеживают добычу. Домашняя кошка может вас укусить, да, это больно, может расцарапать даже так, что придется наложить пару швов. А если вас укусит этот малыш, вы можете лишиться руки, а то и жизни. Возможно, когда мы пытаемся разобраться в действиях наших драгоценных любимцев, главное просто закрыть глаза и представить, что они просто следуют зову природы. Роджер Табор хочет узнать, как далеко они способны зайти, пока за ними никто не смотрит. Поступили первые результаты. Это данные Пэтч. Пэтч, пожилая леди, ей 13 лет, но это не означает, что она домоседка. Ее владельцы даже не подозревают о ее тайной жизни. Возможно, она играет в джазовом оркестре, как в мультфильме «Коты-аристократы», кто знает. Ее поведение типично для кошки-самки. Классической кошке-самке принадлежит ее сад и часть соседского, потому что большинство кошек предпочитает использовать в качестве туалета соседский сад вместо своего. В дикой природе меченье, патрулирование и оборона своей территории жизненно важны для выживания животного. Это часть защиты источников питания, партнеров или потомства. Трудно поверить, что все это также важно и для домашней кошки, не испытывающей недостатков пищи и домашнем уюте. Но это так. Или, по крайней мере, так говорят, пэтч – ее гены. Территория пэтч покрывает несколько садов по обе стороны от ее улицы, что означает, что она редко уходит дальше, чем на 100 метров от задней двери дома. Меченье, привычка точить когти и потирание – все это говорит соперникам «это моя земля». Данные GPS, полученные Роджером, показывают, как все получившие ошейники домашние кошки поделили районной территории со своим домом в центре каждой из них. Но владельцы даже не догадываются, что любитель воровать листья Майло – настоящий Александр Македонский среди местных домашних котов. Будьте настороже, Майло захватывает мир. Берегитесь! Майло преодолевает большие расстояния. Его территория охватывает 40 садов и пересекает несколько главных улиц. Его владение в 20 раз больше территории старушки Пэтч. Майло обходит огромную территорию, а это действительно огромная территория по всем нормам для домашних кошек, и делает он это под влиянием стресса. Не психологического стресса, это популяционный стресс. Это реакция кота на плотность кошачьего населения. Он уходит от этого давления, увеличивая дистанцию своих прогулок. Я хочу побыть один, вот что он думает. Мне нужно на какое-то время побыть подальше от всего этого. Если другие кошки не понимают этого послания, Майло с радостью готов им это объяснить. Камера на ошейнике демонстрирует нам классическое противостояние с его точки зрения. В дикой природе коты спариваются с максимально возможным числом самок. Наши домашние коты стремятся к тому же, и это еще одна причина, почему они охраняют свою территорию от нежеланного вторжения. Но какого размера бы не было королевства домашнего кота, его замком всегда будет дом человека, поэтому им нужно сдерживать чужаков. Меган живет неподалеку от Сан-Франциско в квартире с тремя котами. Два молодых самца почти постоянно находятся в состоянии войны. Они, как мальчики-подростки, постоянно борются за положение, пытаясь доказать один другому, кто главный. Квартира Меган невелика, поэтому держаться подальше друг от друга непросто. Внутренняя обстановка дома обычно соответствует представлениям о комфорте ее владельца, а не котов. Поэтому, когда у котов конфликт, когда они вынуждены по очереди пить, есть и ходить в туалет, тут-то территориальное поведение проявляется полностью, и начинается открытый конфликт. Возможно, вы заметили, что кошки одержимы идеей забраться на самую высокую точку в любом помещении, где они находятся. Когда кошка сидит на высоте, она выше других кошек, это более выгодное положение. Они могут спрыгнуть и атаковать других кошек, способны наблюдать за большим участком своей территории. Все это приводит к осознанию. Я наиболее доминантная кошка, я могу смотреть на своих подчиненных. Как и на человеческой войне, обе стороны стремятся занять господствующую высоту. Все то, что относится к обычной домашней кошке, также верно и для ее бездомного сородича. Рим, столица Италии, знаменит своими уличными котами. Их число, по подсчетам, может доходить до 300 тысяч. Одна колония укрылась в городских памятниках древности. Здесь множество столь любимых ими высоких точек, любимых и оспариваемых. Уличные кошки представляют собой уникальную смесь. Они не являются ни абсолютно дикими, ни домашними. Они выживают на краю человеческого общества. Все те компромиссы, на которые пошли дикие кошки 10 тысяч лет назад, чтобы жить подлина, сотвергаются этими животными. Если придется, кошка быстро приспосабливается к жизни на улице. После урагана Катрины из больницы мы поехали за кошками, и уже через пару недель многие из них спокойно ловили птиц. Не то чтобы они совсем не бедствовали, но они справлялись. И выживали там, где у собаки не было бы и шанса. Домашние кошки, ваши комнатные любимцы, легко возвращаются к дикой природе. За одно поколение они могут стать уличными кошками и спокойно выживать собственными силами. Это уникальная черта этих животных. Предками этих уличных кошек могли быть домашние питомцы, оказавшиеся выброшенными на улице. Спустя многие поколения они выработали уникальный образ жизни. Наблюдая за ними, можно увидеть то, как могли вести себя кошки 10 тысяч лет назад, когда они впервые стали подбираться к людским поселениям. Когда домашние кошки живут вместе, они вырабатывают групповое поведение и иерархию, в точности, как львы. Очень важно пахнуть, как все остальные члены банды. Смысл умывания не только в чистоте, при этом распространяется запах. Так же происходит и у домашних кошек. Когда кошки умывают друг друга, их мордочки и само действие подтверждает близость и связь в группе. Но кроме того, при этом образуется групповой запах, а коты в первую очередь полагаются на запахи. Так что, если все пахнут одинаково, они будут чувствовать себя членами одной группы, будут ощущать большую связь. Так что, в следующий раз, когда ваша кошка начнет вас умывать, это не обязательно означает, что она думает, что вам пора помыться. Возможно, этим она говорит, что считает вас членом своей семьи. Среди кошек запах решает все. Все жизнью важно уметь отличать хорошие запахи от не очень хороших. Запах, сообщающий самцу, что у самки течка, хорошо. Запах, говорящий, я член твоего племени, хорошо. Запах, объявляющий, я тут живу, тут мой туалет, тут я ем, не очень хорошо. В основе закапывания кошками результатов своей жизнедеятельности в кошачьих лотках лежит инстинкт выживания. Запах не должен привлечь хищника или котов в конкурентов. То же относится и к пище. Коты обычно принадлежат к обществу чистых тарелок. Но если что-то остается, они делают все возможное, чтобы скрыть запах. Отношения кошек и людей кажутся обоюдовыгодными. Мы получаем в компаньоны роскошного питомца. Они получают безопасность, жилье и питание. Но обычно все происходит на наших условиях. Уличная кошка сильно отличается от избалованного перса, живущего на 13 этаже многоэтажки с хозяевами. Может быть, что его лапы даже ни разу не касались земли. Он никогда в жизни не бывал на улице. Когда мы держим кошек в заперти в качестве кошек-домоседов, у них нет шанса проявить свое кошачье естество. Если спросить кошку, каким был бы идеальный для нее режим дня, он определенно отличался бы от режима жизни с нами. так что все это большой компромисс. Кевин Фиджеральд работает ветеринаром 30 лет. Но даже за столь короткое время он замечает изменения. Мы замечаем, что кошки стали жить намного дольше, благодаря лучшему питанию и уходу. Мы переключились на возрастную медицину. Раньше ветеринары занимались по большей части котятами. Кастрировали, стерилизовали, делали прививки. Теперь же начинаются гериатрические проблемы. Диабет, катаракт, артрит, сердечные болезни, отказ почек. Ничего страшного я тебе не сделаю. Посиди на руках. Успокойся. Я послушаю твое сердечко. Фрэнк – постоянный пациент. У него больное сердце, и обращаться с ним нужно аккуратно. Малейший стресс может быть для него опасен. Он напуган. Проблема с кошками в том, что они ненавидят кабинет врача. Им тут непривычно. Он похудел немного. Небольшая потеря веса – это хорошо. Проблема в том, что мы взяли охотника, преследователя, любителя прыжков, и превратили его в диванный овощ. Что касается диких животных, то в школе ветеринаров мы всегда смеялись над вопросом, «Почему нет жирных львов?» Если бы вам нужно было гоняться за всем, что вы едите, вы бы тоже были худыми. Одной из главных проблем может быть ожирение. Я не уверен, что кошки должны есть так же часто и так же много, как мы. Но эта проблема характерна для Америки. Один кусочек мне – один тебе. Непросто сказать человеку весом 160 килограммов, что у его кошки лишний вес. Когда кошка попала в наш мир, мы дали ей стиль жизни, который может быть опасен для ее здоровья. А в нашем стремлении создать идеальную кошку, мы прибегли к генетике, чтобы изменить физические черты кошек и даже создали новые породы. У меня машина будет похожа. Белла – гималайская кошка, а краса – Blue Links Point. Но милые носики и другие выгодные черты могут стать причиной проблем. Если посмотреть на персы, у них очень милое выражение лица, крошечный носик, большие глаза, маленькие уши. Это естественная мутация. Они выведены в таком виде и уже рождаются с такими чертами. Если стараются вывести кошку с красивой шерстью, обращают внимание только на то, достаточно ли длинный хвост. Если обращать внимание лишь на физическую красоту, могут возникнуть проблемы со здоровьем. Когда мы видим породы с плоскими мордами, мы понимаем, что они имеют проблемы с глазами. с дыханием, у них уменьшен нос, удлинено небо, сдавлены трахеи. Природа не планировала кошку с носом-пуговкой. В самых экстремальных случаях наше стремление создать отличающихся, эксклюзивных кошек привело к появлению животного, которое не способно ответить на зов природы. Мы разрабатываем дизайнерских кошечек. Но они, конечно, выглядят совсем не так, как кошки сотни лет назад. Эйприл Аргин – заводчик одних из самых странно выглядящих домашних кошек, лысых, коротконогих бомбинов. Некоторым это может показаться немного чересчур, использовать сразу две мутации. Но с тех пор, как у нее появился первый бомбина, Эйприл посвятила себя этим странно выглядящим кошкам. Когда она была беременной, она была просто самым умильным существом. Из-за коротких ножек последние две недели беременности живот скользил по полу. Нам пришлось надевать на нее свитерок, потому что мы опасались, что живот касается холодного пола. Для получения особой внешности этих экстремальных пород требуется очень точное выборочное выведение. Но так можно случайно наткнуться на побочные гены. В генотип может против нашей воли попасть вредоносный ген. А это очень нехорошо. Эйприл понимает проблемы, связанные с разведением подобных кошек. Самцы бомбина – коротконогий ген, а самки – обычные сфинксы с геном длинных ног. Ген коротких ног бомбина – доминантный, так что если у двух котят будет доминантный ген, это смертельно опасно, и мы так не делаем. Эта кропотливая работа делает бомбина идеальным домашним любимцем. Не думаю, что эти кошки смогли бы выжить самостоятельно. Они слишком хрупкие, они не знают страха опасности, а из-за отсутствия шерсти они не смогут сохранить тепло холодной ночью и защититься днем от жары. Им бы пришлось нелегко. Новые породы вроде бомбина полностью полагаются на нас. Даже если бы от этого зависело их выживание, они не смогли бы поймать себе пищу. А выживание от этого и зависит. Именно умение кошек приспособиться к нашему образу жизни сделало их столь хорошими компаньонами. Почему кошки так успешны? Потому что способны есть с тарелки. Смотрите на их острые когти, клыки и имба охотятся, но то, что они умеют приспосабливаться, позволяет им выживать. Последние 10 тысяч лет они проводят с нами бок о бок, не принося в жертву свою подлинную суть. Для меня кошка – это лев в крошечном теле. Кошка сможет выжить сама. Моя чихуахуа растерялась бы и сама быстро стала бы чьим-нибудь обедом. А эти животные все еще намного ближе к своему первоначальному предназначению – быть кошками. Программа озвучена студией ARK TV. Текст читал Александр Гаврилин. ПОЁТ sla책ами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Екатлер�左右 И.Семкин Корректор А.Кулакова Откру 사�켜з